Первый перелом у Алисы случился, когда ей исполнился месяц. Левая ручка сломалась прямо во время планового осмотра врача. В 4 месяца произошел перелом голени. Не успела кость растись, как снова сломалась. Врачи говорят, что кости у Алисы пористые и очень хрупкие. Ей поставили диагноз несовершенный остеогенез. Это заболевание, которое сопровождается частыми переломами костей. В течение года Алиса получила 6 курсов лечения по метронатам, благодаря чему мы видим очень хорошие успехи. В самом начале, когда Алиса только впервые приехала на лечение, в один год она умела только поворачиваться на бок. За 2 года ее жизни у Алисы произошло около 20 переломов. Хотя в последнее время, благодаря дорогостоящему лечению, они практически не происходят. Наметился положительный процесс. Алиса, конечно, многое чего научилась. Это сидеть сама. Сама стала подниматься с лежачего положения. Начала ползать на попе своеобразно. Сейчас мы осваиваем ходунки. То есть она пытается ходить. Алиса развивается согласно возрасту, невзирая на свой тяжелый диагноз. Пытается разговаривать. Очень дружелюбная. Любит играть и просто обожает своего любимца, вот этого кота Иваныча, который размером почти с миниатюрную хозяйку. Ей он очень нравится. Она его любит тискать. Он с ней спать ложится. То есть рядышком играет иногда с ней. Благодаря собранным Росфондом средствам девочка уже несколько раз проходила лечение препаратом помидронат, укрепляющим кости. Однако такое лечение необходимо проходить раз в три месяца, как минимум в столь юном возрасте. И бесплатно оно не предоставляется. Ранее собранные, в том числе и зрителями нашего телеканала, деньги уже закончились. Для прохождения дальнейших курсов лечения, которые в буквальном смысле спасут девочку от смерти, требуется около 540 тысяч рублей. У мамы-одиночки, воспитывающей несколько детей, таких средств нет. Врачи говорят, что со взрослением Алисы будет проще. И у нее есть в перспективе все шансы начать ходить. Если у вас есть возможность помочь Алисе, отправьте смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Их количество не ограничено. Проконтролировать расход средств можно на сайте Росфонда.